Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второго послания к фессалоникийцам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор второй главы этого послания. О содержании этой главы. Экзегеты так оценивают содержание второй главы. Апостол проявляет большую заботу о том, чтобы воспрепятствовать распространению заблуждения относительно второго пришествия Христа, в какое впали некоторые из фессалоникийцев, полагавших, что уже наступает День Христов. Об этом с первого по третий стих. Затем он, Павел, переходит к опровержению заблуждения, против которого предостерегал их, указывая на то, что приходу Христа должны предшествовать два великих события – всеобщее отступление от веры, апостасия, и появление Антихриста. Относительно последнего апостол сообщает им много примечательного о его имени, характере, о его возвышении и падении, о его правлении, о грехе и погибели его подчиненных. Это с четвертого по двенадцатый стих. Далее. Затем он, Павел, ободряет их против ужасов этого отступления и призывает к стойкости и верности священному преданию. Об этом тринадцатый, пятнадцатый стих. И в заключение молится о них. Стих шестнадцатый и семнадцатый. Вот это общий обзор, который нам предлагают христианские экзегеты в содержании второй главы. Итак, первый раздел с первого по третий стих. Апостол Павел пишет. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, то есть ко Христу, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от Послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо День Тот не придет, доколе не придет прежде отступление, то есть сначала апостасия, всемирное отступление от веры, и не откроется человек греха, сын погибели, то есть Антихрист». Здесь апостол Павел во втором стихе говорит об опасности апокрифических текстов. «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от Послания, как бы нами посланного». Вот уже наступает День Христов. Многие еретики и раскольники, они любят, подписываясь именами авторитетных старцев, подвижников, сочинять какие-то свои небылицы, истории, и потом развешивать их в интернете, выдавая за авторитетное мнение того или иного старца и подвижника благочестия. И это очень опасно, когда мы обращаем на это внимание. Собственно, православное мировосприятие формируется только на библейском откровении, Библия, книге священного писания Ветхого и Нового Завета и традиции отцов церкви. Отцы церкви, напоминаю, это авторы с I по VIII век. Это эра отцов. Все последующие писатели, которые из них были верующие и благочестивые, они не имели права решением VI Вселенского Собора что-то измышлять без отсылки к отцам церкви. То есть последующие авторы все не самостоятельны. Да не обольстит вас никто никак. То есть очень часто обольщение людей происходит в связи с тем, что вот уже конец света, вот уже Христос скоро придет, вот уже антихрист воцарился, вот он распознан в таком-то, в таком-то человеке и так далее. Прежде всего, апостасия – всемирное отступление от веры. И как следствие апостасии откроется человек греха, сын погибели, антихрист. Что значит «откроется»? Он открыто начнет действовать в этом мире. Процесс апостасии, который мы сейчас можем наблюдать, он на самом деле происходил и раньше. Великая апостасия была, например, в Российской империи, в Германской империи в период начала XX века. У нас здесь происходит революция, подобные процессы происходили и в Германии. И нечто подобное было в конце XVIII века в результате французской буржуазной революции. И такое случалось неоднократно. В хрущевские времена сам генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Верховного Совета, то есть первое лицо в государстве, он говорил, что он покажет по телевидению последнего попа. Попытка объявить христианство закрытым проектом, она осуществлялась неоднократно. И иногда бросались более грозные вызовы Церкви, такие как пленение иерархов Церкви и на Востоке, и на Западе христианском, уничтожение, тотальное уничтожение физическое, священнослужителей. То, что происходило, например, в конце XVIII века во Франции, то, что происходило в начале XX века в Мексике и в Советской России, очень исходные процессы, тотальное уничтожение христианского духовенства и как бы закрытие христианского проекта в целом. Они так и говорили, что это проект, но это действие благодати и божественной любви. Игнатий Бричанинов, святитель, пишет «Отступление нового Израиля от Спасителя к концу времен примет обширное развитие, как предвозвестил апостол». Что святитель Игнатий называет новым Израилем, церковь? «Отступление, оно прежде всего будет происходить в церкви, ибо отступить от истины может тот, кто в ней пребывал, находился». «Отступление придет прежде», продолжает святитель Игнатий Бричанинов, «а потом, как последствия и плод отступления, откроется человек беззакония, сын погибели, который дерзнет назвать себя обетованным Мессией, потребует себе божеского поклонения и получит его от приготовивших себя к принятию Антихриста явным и тайным отступлением от Христа. Отступление будет так обширно, что за умножение беззакония иссякнет любовь». Здесь отсылка у святителя Игнатия идет к Евангелию от Матфея, 24 глава, 12 стих. Это значит, греховные соблазны и примеры так умножутся, что увлекут в греховную жизнь бесчисленное множество людей. И действительно, вот сейчас мы живем в начале XXI века, мы видим, как происходит легализация грехов, греха как такового, растабуирование, то есть снятие любых нравственных и моральных ограничений и запретов. И то, что несколько десятилетий назад считалось преступлением, сейчас проводят целые парады достоинства. Далее святитель Игнатий пишет, «Вера во Христа едва будет существовать, как возвестил сам Господь. Сын человеческий, придя на землю, обрящет ли веру на земле?» Здесь отсылка идет к Евангелию от Луки, 18 глава, 8 стих. «Вещественные временные занятия и наслаждения привлекут к себе всецело внимание человечества». Конец цитаты. Это святитель Игнатий Бричанинов, беседа в неделю 30-ю о причине отступления человеков от Бога. Но вернемся к тому, что я уже сказал. Кто может пережить отступничество, апостасию? Только тот, кто пребывал в истине. Кришнаид не переживет никакой апостасии. Если он отступит от Кришны, ну, слава Богу, свидетели Иеговы не переживет никакой апостасии. Если он отступит от своих заблуждений антихристианских, ну, и слава Богу. Апостасия – это процесс, который возможен только в жизни христиан. Поэтому воцарение антихриста прежде всего будет осуществляться, увы, в христианском мире. И мы видим, как происходит, раз христианизация Западной Европы, теперь уже и Восточной Европы. Мы видим, как это происходит в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки, как это происходит во многих и многих странах мира. И противники церкви, они прямо говорят, что они живут в постхристианском мире. И они будут насаждать свой порядок и теми методами, которые они признают эффективными. То есть, по сути дела, любыми методами. Далее, с 4 по 12 стих. Апостол Павел переходит к опровержению заблуждения, против которого предостерегал их, указывая на то, что приходу Христа должны предшествовать два великих события – всемирное отступление от веры, апостасия и появление и воцарение антихриста. Относительно последнего апостол сообщает много примечательного о имени антихриста, о характере, о его возвышении, падении, о его правлении, о грехе и погибели его подчиненных. Именно поэтому мы назвали сегодняшнюю беседу об антихристе, потому что это доминирующая тема во второй главе второго послания к Фессалоникийцам первоверховного апостола Павла. И мы читаем 4 стих. Здесь продолжается рассказ об антихристе. Давайте сначала прочитаем 3 стих, потом 4. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, и теперь идет 4 стих, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Теперь мы посмотрим толкование Блаженного Августина. Для нас с вами интересен вопрос, в каком храме он сядет. Здесь сказано, так что в храме Божьем сядет он. А что пишет Августин? «Но неизвестно, в каком сядет он храме Божьем, на развалинах ли того храма, который был построен царем Соломоном, или в церкви, ибо храма какого-нибудь идола или демона апостол не назвал бы храмом Божиим». Поэтому некоторые хотят разуметь в этом месте под Антихристом не самого князя, а как бы все тело его, речь идет об его идеологии, то есть вместе с князем и всю принадлежащую ему массу людей, и полагают, что было бы правильнее и по-латыни читать это место так, как читается по-гречески. Сядет не в храме Божьем, а в храм Божий, как будто бы сам он был храмом Божьим, под которым, разумеется, церковь, как, например, мы говорим, сидит у друга, то есть как друг и тому подобное. Блаженный Августин излагает свою позицию. Святитель Иоанн Златоуст говорит, он не сядет в храме иудейском, потому что храм, в котором сядет Антихрист, называется храм Божий, а синагога не может назваться храмом Божьим, ибо там не исповедуют Христа. И как об апостасии мы говорили, что апостасия – это отступление от истины, а отступить от истины может тот, кто в ней пребывал, как, например, один из двенадцати, Иуда, был апостолом Иисуса Христа, но он сам отступил от этой истины. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, далее Антихрист характеризуется еще следующими словами, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Здесь указываются новые три черты Антихриста. Во-первых, он будет противник, надо подразумевать, противник Богу и Господу Иисусу Христу, отчего произошло и само имя его, Антихрист, то есть Антихристос, Антихрист, Аверкий продолжает. Этим именем прямо называет его Святой Иоанн Богослов. Первое Иоанна 2,18, Первое Иоанна 2,22, Первое Иоанна 4,3,4,2, Второе Иоанна 1,7, Далее Аверкий пишет, Святой Златоуст именует его Антифеос, то есть он не просто будет Антихрист, он будет и против Бога, потому что греческое слово Феос означает Бог, то есть Антибог. Антихристом может стать тот, кто будет воздавать себя за Христа. Антифеос, Антибог – это тот, кто будет требовать для себя божеского почитания. И это переводится как противобожник или вместобожник. Вместо Бога себя ставящий равно, как и Антихрист означает на место Христа себя ставящий. Во-вторых, это будет всеподавляющий гордец, который будет отрицать все, что называется Богом или святыней, желая, чтобы чтили только его одного. В-третьих, это будет беспримерный и открытый наглец, который в своей гордыне не постыдится в храме Божьем сесть, как Бог, выдавая себя за Бога. Под храмом, пишет владыка Аверки, как толкуют святые отцы, здесь нужно понимать именно храм, а не что-либо иное, то есть не синагога, не мечеть, подобное храму. Причем это не будет определенный храм, Иерусалимский, например, а храм в собирательном смысле. Будет же где-нибудь, говорит епископ Феофан, центральное место действования Антихриста, и будет, конечно, определенный момент, в который он явит себя таким, то есть божеством, главный храм того места, и разумеет апостол, в этом храме, и воссядет он, как Бог, а затем будет садиться в таком значении и во всяком другом храме, или, может быть, в других свое выседание засвидетельствует каким-либо иным способом, например, апостолы Антихриста будут от его имени выседать в разных конфессиях. Далее Владыка Верки пишет, в-четвертых, Антихрист получит от дьявола способность творить ложные знамения и чудеса, и этим особенно будет поражать воображение людей. И вот это искушение чудесами, это будет наиболее значимое искушение, это будут такие трюки, типа, как вот известные фокусники проводят нечто подобное. В отличие от Ипполита, Кирилла Иерусалимского, Иоанна Дамаскина, Ирине Илеонского, вот эти авторы, которых я перечислил, они считали, что он сядет в иудейском храме, который будет восстановлен в Иерусалиме, то есть в третьем храме, но другие отцы церкви не соглашаются. Они говорят, если Павел сказал, что он сядет в храме Божьем, как может быть иудейская синагога, иудейский храм быть назван Домом Божьим после отвержения Христа иудейским народом. И вот целый ряд святых отцов под церковью Божией, в которой восяет Антихрист, разумели церковь христианскую. Таково мнение блаженного Иеронима, блаженного Феодорита, блаженного Феофилакта, святаго Андрея Кесарийского, блаженного Августина, преподобного Ефрема Сирина. Последний, то есть Ефрем Сирин, говорит следующее. Он явится и войдет в храм Божий, чтобы сесть внутри и именно в церкви Божьей. он не отклоняет в другое какое-либо общество из эритических сборищ, чтобы не узнали его, но с презрением отвергает все культы ложные, чтобы можно было пленить именно церковь. И далее будет управлять церковью под личиной истины. Это об Антихристе. Также и святой Андрей Кесарийский говорит и пишет, что Антихрист на самом деле сядет в божественном храме, церкви Вселенской. Вселенской. Блаженный Феодорит пишет, что апостол храмом Божьим называет церкви, а не синагоги или мечети. С последним мнением соглашается и святитель Феофан Затворник и прочие отцы, и особенно святитель Иоанн Златоустов, который в своем пространном трактате против иудеев писал, что Иерусалимский храм никогда не восстановится, и что ни один пророк не обещал, что они иудеи получат избавление от нынешних своих бедствий. Да, действительно, мы знаем, что Бог их соберет, и это происходит, начиная с середины XX века, когда было объявлено создание государства Израиль, но у Бога свои замыслы по поводу этих людей, Он продолжает их любить, но полной реставрации их религий не будет. Далее, с 5 по 7 стих. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему, то есть антихристу, в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, от среды всего мира, удерживающие теперь». То есть, есть некая сила в мире, которая удерживает воцарение антихриста. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Святые отцы под удерживающим понимали Римскую империю, а под держащим римских императоров в широком смысле слова под этими выражениями понимались законные государственные правопорядки на земле и представители его, законные государи, как обуздывающие на земле проявления зла». Далее Аверки пишет, что после первого Рима законным его преемником был Второй Рим и он тоже выполнял роль удерживающего. После падения Второго Рима, то есть Византии, возникает Третий Рим и здесь уже Аверки Таушев ссылается на святого и праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, который говорил, что православная монархия и церковь выступают в виде удерживающего. После падения Третьего Рима монархии и церкви, которая претерпела огромный урон от воинствующих безбожников, в лице малого стада тех верных православных христиан осуществляется функция удерживающего. Кто-то может спросить, а как императоры могли выполнять, языческие императоры, функцию удерживающего? А ни один император, ни Нерон, ни Домициан, ни Веспасиан, ни Тит не уступил бы место какому-то Антихристу. Он себя считал главным. И на Афоне некоторые старцы высказывают мысль, что удерживающим являлись не только языческие императоры, в настоящее время удерживающие страны это исламские страны, в которых не принимается образ жизни Запада, где не принимается идеология гедонизма, существуют совершенно четкие запреты, предписания, не перешагнув через которые Антихрист не сможет воцариться. То есть его воцарению будет предшествовать глобальная война всех против всех. Третья это война или после третьей будет четвертая, пятая, мы пока не знаем. Святитель Василий Великий пишет о забвении теократических принципов. Теократия, напоминаю, это власть Бога. Это трактат святителя Василия Великого о суде Божьем. Ибо если тем, которые внимают одному мановению, имеют одного царя свойственны благочинение и согласие, то всякое разногласие и раздор признак безначалия. И, кстати, святой Иппо Литримский прямо пишет, что Антихрист воцарится тогда, когда будет форма управления демократия. Читайте слово Ипполита Римского об Антихристе. Василий Великий продолжает. На том же основании и встречаемое у нас такое разногласие, как заповедями Господнями, так и в отношении друг к другу, может служить уликой или в отступлении от истинного царя, теперь уже речь идет о Христе, по сказанному только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь или в отречении от Него, то есть в отречении от Христа, а сейчас происходит расцерковление прежде христианского мира, по сказанному сказал безумец сердце своем нет Бога. Конец цитаты. Конец цитаты. И далее мы читаем с 8 стиха по 12 «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». То есть, когда откроется Антихрист, главный беззаконник, это не означает, что за ним последнее слово, последнее слово, как я часто говорю, всегда сохраняется за Богом. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, то есть словом своим, а собственное слово Христа – это Библия, как сказано, дух Христов издревле говорил в пророках, и собственное его слово в абсолютном смысле – это Святое Евангелие. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными, то есть пришествие Христа сокрушит пришествие Антихриста, а пришествие Антихриста и его воцарение будет в результате и силою знамений и чудес ложных. Поэтому те умники, которые гоняются за чудесами, они добегаются. У нас таких очень много. Десятый стих. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения», то есть отвергли Бога любовь Христа. «И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовшие истине, а Христос сказал «Я есть истина, но возлюбившие неправду». Вот действия заблуждения, об этом пишет и апостол Павел в первой главе послания к римлянам, что Господь предаст их превратному уму, они будут делать всяческие непотребства, и женщины их заменят естественное употребление мужского пола женщинами, женщины будут жить женщинами, и подобным образом мужчины их заменят естественное употребление женщин мужчинами, так что мужчина будет жить с мужчиной, и они не будут стыдиться. Как у пророка Исаии сказано, как садамляне о грехах своих говорят открыто. Опасность чудес, лже-чудес, это очень серьезная опасность. Мы не должны придавать серьезного значения каким-то чудесам. Что говорит Христос? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 38 стих. «Когда не верите мне, верьте делам моим». О чем он говорит? О том, что чудеса для тех, которые не верят в Него. Ведь мы, православные христиане, уверовали во Христа не потому, что каскадом чудес с неба Он вынудил нас верить в Него, а мы уверовали в Него, потому что возлюбили Его тот образ Христа, который раскрывается для нас Святом Евангелие выше какого угодно чуда. И когда меня спрашивают некоторые молодые люди, даже люди в возрасте, и даже священники, они говорят, у них наступает выгорание, что делать, как оживить веру? Я всегда отвечаю, перечитывайте и перечитывайте на горную проповедь Евангелие от Матфея, 5, 6 и 7 глава. Это чудо евангельского откровения, это божественное на земле. Любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих, будьте совершенны, как Отец ваш небесный. Действительно, когда перечитываешь на горную проповедь, а надо вновь и вновь возвращаться к этому тексту, некоторые христиане православные заучивают на горную проповедь наизусть, это правильно, здесь раскрывается божественный лик Христа. И мы начинаем понимать те ценности, которые мы имеем, а мир уже объявил себя постхристианским миром, как бы поставили большой крест на христианской церкви, но крест и оружие есть для нас, на дьявола, данное нам, и мы еще сокрушим эти попытки опрокинуть веру Христову. Об опасности чудеса говорится в самой книге Откровения Иоанна Богослова. Это 13-я глава с 1-го по 16-й стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные Агничем». Агнец – это Христос. Антихрист на первом этапе воцарения будет имитировать из себя Христа. поэтому он имеет два рога, которые символизируют Ветхий и Новый Завет, подобные Агничем, потому что он сам будет такой подделкой под Агнца, и говорил как дракон. Представляете, Агнец начал говорить как дракон. То есть, когда идеология Антихриста станет им озвучена, но все поймут, что это никакой Агнец, ни на какой Ветхий и Новый Завет он не опирается, ни на Синайское Откровение, ни на Евангельское. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, а будет как бы поэтапность некая там одно проявление зверя, там второе, у которого смертельная рана исцелела, у первого зверя, и творит великие знамения, вот соблазны чудес, и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми, как порок Илья, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря, живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, образ – это изображение, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, то есть в эту картинку будет вложен дух, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, а в каком случае картинка и говорит, и действует, посмотрите на телевизор, это есть именно та картинка, которая и говорит, и действует, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Наверное, будет интерактивная связь, не только мы будем видеть, но и нас будут видеть, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и или начало их. Конец цитаты. Далее, во второй главе второго послания к фессалоникийцам, апостол с 13 по 15 стих ободряет их, то есть фессалоникийцев, против ужасов этого отступления, то есть апостасии, которая грядет, и призывает к стойкости и верности священному преданию, ни больше, ни меньше. И мы читаем с 13 по 15 «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». 15 стих «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием наше». Что такое предание? Предание по-гречески «парадосис», по-еврейски «масора». Это истина, которая передается из уст в уста. Поэтому славяно-русское слово «предание» очень четко соответствует прежде всего еврейскому смыслу и греческому смыслу. Предание передает, принимает, как апостол Павел выражает принцип действия предания словами «я от самого Господа принял то, что Иван передал». Обычно люди, которые поверхностно изучают Писание, они не видят слов о предании в положительном контексте. Они обращают внимание на то, что Новый Завет спорит с иудейским преданием, с фарисейским преданием, с человеческим преданием, но не обращают внимания на то, что Новый Завет провозглашает приоритет священного предания церкви. Так, первое послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих, апостол Павел пишет «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». И второе к Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих, апостол Павел пишет «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Ну и то, что мы прочитали вот только что, 2-й к Фессалоникийцам, 2-15, «Итак, братья, стойте, держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Как мы здесь видим, устное наставление вере в формате предания стоит на первом месте. И действительно, предание, оно первично, писание вторично. Первое писание написал боговидец Моисей, но до него Авель знает, как приносить жертву от первородных стада, оттука их, хотя никогда не читал книгу Левит. Ной знает, что есть чистые и нечистые животные. Авраам знает, что такое десятина, когда дает ее Мелхаседеку, царю Салиму. Иаков знает, что такое десятина по обету, когда дает такой обет Богу. И об Аврааме вообще сказано, что он поступал по заповедям, уставам и постановлениям Господним беспорочно. И более того, святитель Иоанн Златоуст в своем толковании на Матфея в самом начале пишет, древние не имели нужды в Писании. Они общались с Богом непосредственно лицом к лицу. Но коль скоро мы потеряли эту возможность, то как последнее средство нам дано Писание. Далее, в заключение апостол Павел молится о фессалоникийских христианах. Этому посвящен 16 и 17 стих 2 главы 2 послания к фессалоникийцам. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Действительно, отцы, братья и сестры, мы нуждаемся в утверждении во всяком слове, Божьем и во всяком деле благом. Ибо не слышатели Слово Божие обретают путь спасения, а исполнители его. Итак, сегодня, досточтимые отцы, братья и сестры, мы сделали обзор 2 главы 2 послания к фессалоникийцам. Это очень сложный текст, это сложная глава, поэтому мы уделили побольше времени. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», те, которые не подписались, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах, и берегите себя. себя. «Экзегетететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететет